уважаемые подписчики зрители моего канала всем добрый день сегодня у нас будет продолжаться серия из фильмов по поводу honda accord 8 серии у нас есть два движка один мы старый уже вытащили один новый поставили рядом и теперь при более тщательном осмотре мы заметили что на них есть детали которые кроме того что там заменить надо и еще что-то сделать будет и вот сейчас как раз мы займемся перестановкой детали со старого мотора которые нам нужны это наш старый двигатель здесь мы видим что у нас с него выходит одна трубка на радиатор и вторая на печку больше у нас здесь ничего не выходит это наш новый контрактный мотор здесь мы видим шлангов чуть чуть побольше один у нас идет с трубки оттуда и один выходит здесь не знаю куда это на охлаждение коробки было дополнительно вот этот писюнес он на том нету здесь есть этот мы открутим сюда поставим старый еще здесь у нас сама эта трубка которая из термостата выходит она у нас разделена на две части 1 уходит 1 здесь на старом нашем моторе трубка из термостата выходит 1 вот он это будет заменено с хозяином и порешали подумали что на японском моторе если нет охлаждения дополнительного на масляный радиатор вот он мы его ставить и не будем то есть мы помпу менять не будем теперь по картеру здесь у нас картер с датчиком давления с датчиком уровня масла на японском на а серии k24 а этого нету картер переставлять будем полностью не знаю правда как это сделать один у меня на кантователе висит а второй на полу стоит на карте но начнем с переборки под коллектором и задней этой штучки дрючки сейчас будем демонтировать наш выходной патрубок здесь у нас на 12 гайка понятно как говорит владелец этого автомобиля honda переводится уль собачий вот здесь вот гайка а к ней не подлезть потому что здесь мешается хомутик шланга но в другое место нельзя никогда было переставить обязательно поставить туда вот где он мешаться будет но это еще пол дела с этим болтом у нас же еще снизу есть болт а тут нам не дает трубка не выше не ниже а тут еще коробка если на двигателе что делать двигатели делать если он стоит на месте ключ трасса вот такой маленький надеюсь прокладка здесь не не издохла и я смогу спокойно переставить оси прокладка сдохла придется герметить еще нам от этого надо открутить трубку она ключиком на 10 ну тут тоже шланг мешает вот вот у них все специально сделано так чтобы те все мешало чтобы ничего открутить нельзя было ну благо тут шланг его можно немножко под напречь и он отойдет а тогда это их любимое соответствия болтам идеальный вариант лучше быть не может ты не можешь вытащить эту хрень потому что она упирается в трубку а здесь шпильки торчат по итогу чтобы не снять надо открутить у нам надо снять вот этот выходной патрубок здесь у нас шпилька вот она одна вот вторая шпилька и здесь этот кронштейн трубку отогнуть мы не можем теперь мы можем не можем и снять его потому что он упирается здесь чтобы трубку демонтировать идем по ней идем делу вот она один болт идет 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 и она входит у нас термостат ну ничего проще нет чем вот эту под коллектором открутить внизу там где все мешается здесь еще провод стоит вот на этом ну в общем аккордеон откручиваем болт единственное что хоть болты не закисли и они крутятся нормально теперь смотрите открутил я там болт теперь я не могу сюда трубку повернуть потому что она упирается опять в эту ню потому что и делаю инженер honda вот как вот это вот вообще должно происходить на автомобиле без снятия двигателя вот как это должно происходить без снятия двигателя теперь нам надо вытащить вон там потому что по-другому никак теперь нам продуть там то место куда у нас вытаскивается резинка если она вытащится легко потому что нам этот корпус термостата еще понадобится хрен с ним и эту проблему мы решим сейчас мы просто открутим этот корпус термостата нашему в любом случае придет откручивать он нам понадобится заодно может быть единственное что нам поможет это то что не надо будет резинку потом менять пол дела решили скажем так ну тут теперь один вариант отключить вот здесь патрубок и тогда мы может быть спасем все это в кучу возьмем от маленькую отверточку залезем под него под патрубок чтобы то что прикисло откислить так с этим разобрались кроме всего прочего надо будет проверить это на изгибы и перейдем задней части ну вот теперь у нас появился свободный доступ к этой железке резинка здесь конечно уже почти что в лохмотье но у нас есть новая резинка на том теперь пойдем чуть больше производить работу но на новом движке стоит на полу 2 кантовать на к сожалению у меня нету но тут процедура вся принципе то же самое откручиваем впускной коллектор там манипуляции делаем с термостатом коллектором все равно снимать чтобы стартер установить ну и здесь то же самое вот так они отличаются здесь у нас одна трубка здесь две корпуса вроде бы термостата одинаковы номерки может быть увижу но вроде как одинаковы сейчас этот корпус биты перебиты мы с помойки это трубку переставляем на новый корпус этот забираем эту хрень снимаем выкидываем сюда ставим нашу родную проверяем на плоскость эту часть эту часть ну и собираем обратно антифриз здесь уже какой-то был не зеленый больше синий как бы сказать датчика детонации нету выкрутили и сейчас я вам покажу двигатель сам внутри как нам повезло с этим мотором контрактный мотор смотрите вот я знаю да мотор и дело посмотрите там даже нагара нет такое ощущение что его или помыли в чем я очень сомневаюсь или на нем реально нет нагара потому что на нем нет пробега смотрите что клапана чистый направляйка чистая второй цилиндр то же самое 3 наоборот вернее тот был 2 а вот смотрите даже видно клапан приоткрытый а там под седлом вообще чистота первый цилиндр вы смотрите он реально только тока прошел обкатку на нем пока тока и на нем даже нагара нету парни это бомба повезло же хозяин которого купил переменного движочек демонтируем наш хвостовичок прокладочки идеально смотрите тут внутри все идеально даже намека нету на грязь идеальный чистый мотор вот два наших этих ну вы поняли вот он один вот он 2 здесь вот вот он тут дополнительный патрубок которого здесь у нас нет сейчас здесь это все отмываем чистим делаем красиво внутри под прокладку чистим по коллектору это у нас контрактный смотрите внутри идеально чисто только пыль которая насыпалась сейчас это ничего страшного и уже бэушный родной риск окном грязи а еще здесь подливается маской масло не дают не может быть нет не масло ой тоже масло но в третьем уже не долетает с четвертым но вот в первом хорошенько так на тихо масло ставим контрактный коллектор здесь тоже болты они сохранили все внутри коллектор чистенький болтики на месте крепление болтов тоже сейчас надо демонтировать отсюда топливную рампу потому что у нас топливной рампы новой нету это раз во вторых надо будет посмотреть что с форсунками что сеточками если там бензин грязь я лоханулся я не учел того что нам рампу придется переставлять и мы не купили ремкомплект сюда на форсунки но это я думаю исправимо купим завтра если все хорошо форсуночки чистенький прелесть и даже бензин есть даже отверстия все в мойку на бензин стали мы маленечко разбирать с пола запчасти и поставили коллектор на место я открутил дроссельную заслонку такой чего в смысле такое точекую а это оказывается представляете здоровенный толстенный слой пыли грязи что-то могу еще быть вот я сейчас не поленюсь откручу вот старый коллектор дроссельную заслонку с него снял возьму новый коллектор ну как новый контрактный и взвешиваю их оба его узнаю сколько там грязи это у нас контрактный коллектор 3 413 3 570 153 грамм 153 грамма грязи ну короче стакан песка сыпанули туда но это только в коллекторе столько осталось вы же не забывайте что к что-то пролетала насквозь насквозь пролетала соответственно оседала в этом поршневой группе и шоркова поршня кольца я делал девятку они раз и у нее кольца стерлись настолько что с каждой стороны по 5 на по полмиллиметра то есть в общем кольца стерлась на миллиметр и четыре десятки на полтора миллиметра короче кольца стерлась и Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Ну вот, вроде бы со всем разобрались. Пришло время и мы решили заняться картером, не картером, поддоном. Там что-то за это забрякало, что-то перекатывается. Теперь надо все это отвернуть нам быстренько. Чашечка под болтики магнитная. И поедем крутить. Теперь нам понадобится монтажка, чем ковырнуть его. Здесь его прям подушку не идет. Все, отошел. Качественно с завода приклеили. Причина найдена. Картер готов. Снят на направляющий силу. А вот и наши причинные куски натяжителя. Куски натяжителя или чего-то там отломились. Видимо, когда цепочка разболталась, растянулась, что-то отломила и потом стала перескакивать. Вот он наш двигатель-красовец. Вот эту вот еще шайбу нам надо открутить. Четыре болтика. Этот щуп надо будет забрать тоже на новый двигатель. И вот смотрите, почему он прощелкивался. Вот это вот, это как раз край башмака натяжителя. И получается, что он не дает шестерни цепи проскакивать. А так как у нас того куска нету, который ограничивает проскакивание цепи, и у нас получается, что то самое место как раз и проскакивало. Ни хрена там не в порядке, потому что надо башмак менять, и уже там натяжитель наполовину вышел. Делать его дороже себе, чем просто взять и заменить. Ну вот Honda, она и есть Honda. Вот как вот этот болт крутить? Вот как? Вот как? Вот как? Ну перенеси ты его рядом вот сюда. Ну убери ты вот этот торчок. Есть же вот болт держит. Нет, обязательно надо сделать так, чтобы ты туда не подлез, чтобы ты... О, смотри, там еще один кусок, и вот еще кусок. Смотрите, что, правда ведь? Вот один кусок. Там внутри вон еще один кусок. Там внутри еще один маленький кусочек. Немало насосало. Но это не, как говорится, не то, чтобы я съехал с темы. Не умею это не делать, и все. Тут я такой за три секунды открутил все болты. А тут такой достаешь ключик, уродский начинаешь. А-а-а, как его там выкрутить? Ну уроды, нет, еще спрятали его туда в кучу этих буртиков, бордюрочек. Еще и туда ее засунули далеко. И пальцами туда не подлез, чтобы его крутить. Ура, победили. Вот она, вот она, вот она. На-на-на-на. Вот эти вот рожки можно было вот так чпонько, чпонько отпилить, чтобы это туда не вставлялось. Ну, можно же по-человечески сделать. Ну, сделали вы здесь говенную. Но переделывайте вы в следующем кузове. Нет, шляпают и шляпают, шляпают и шляпают, шляпают и шляпают. Слов нет, урона. Картер мы сняли. Здесь мы видим, что у нас натяжитель вышел всего до третьего зубчика. Нижний натяжитель. Вот он наш натяжитель. Он вышел там буквально чуть-чуть совсем максимум на сантиметр, ну и полсантиметра, это у него рабочий, скажем так. Больше, может, сантиметра как раз. Это одно дело. Сам двигатель в хорошем, в принципе, состоянии. Герметик еще не совсем закоченел даже. Он просто желтый, но не закоченевший. Раз. Здесь у нас, вот она, эта шайба, которую нужно поменять. Здесь просто нет углубления одного. Все отличие этих шайб, вот оно углубление. Это вот углубление, сюда датчик упирается. А его здесь просто нет. Все так, они идентичны полностью. У масла насос, маленечко, по-другому, видимо, сделаем. Приемник в другом месте, там, по-моему, кривой или так же. И нагарчик вот такой вот, есть он какой-то непонятный. Вот как она в маске купалась, вот так по уровню. То есть, здесь, где масло было, все чисто. Где масла не было, уже есть небольшой нагарчик, скажем так. Вот он черненький такой. Но он слабенький, он даже не нагар, скажем так, а просто как грязь. Оттерлась спокойно, легко. Перекручиваем пластину, очищаем герметик весь. И картер сюда будем перелепливать уже. Вот он картер сам. Картер чистый весь, никаких проблем нет. Ну, он вот такой. Осталось два небольших шляха. Прикрутить пластину 12 ньютон. Третий. А вот этот четвертый, по разумению, хонды затягивать не надо. Ну, конструкторы как придумали, как тянуть не знаю. То есть, частичная разборка здесь не канает. Так, на бум прикручу, покрепче и все. По картеру. Картер это уже с датчиком. Здесь все обезжирили, все отверстия от герметика очистили. Здесь все очистили, все резьбы прошли. Болты все очищены, все пройдено. Обезжирено, теперь осталось только наклеить герметик. Герметик такой аксиом, дядя Федя со мной поделился немножко. Новый, потому что еще не скоро будет, через две недели. И то не факт, что он вообще будет. Наносим на картер. Я даже схему не смотрел, но примерно представляю. Владимир Алексеевич держит, меня трясет. Так, алкаша. Все готово, все обезжирено. Там есть на картере две направляющие. Есть схема нанесения герметика. На направляющие попали. Докручиваем до касания, потом будем затягивать два-три этапа. Как ниженцы написано. Здесь есть схема затяжки. То есть просто от картера не тянется. Первая середина. Четвертый, правильно. Стопы болтов по малипиду. Третий, четвертый, 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 пятый. Вот здесь шестой, шестой, вот этот седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, тринадцатый, тринадцатый, нет, опять четырнадцатый, девятнадцатый, седьмой, шестнадцатый. Все, можно затягивать. Смотрите, как вышел герметик. Герметоз, герметик. Такая плавная полоса повсюду. Как заводской. Здесь прямо он заложился. Скажем так, плоской полосочкой. Здесь тоже идеально. Идеально, идеально, идеально. Все, какие должно быть. Следующий мастер, который будет ковыряться, скажет, ву, как в заводе, или даже не ковыряться. Круто, редко, да, да. Осталось нам заменить плосальника и собрать раскладышку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова